МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы говорите с теми секретами, как ловить больших рыб. Давайте начнем с самого начала, наверное. Скажите, как часто с вами женщины о рыбалке говорят? Жена постоянно говорит о рыбалке. Жена постоянно говорит или вы с ней постоянно говорите? Я с ней постоянно говорю. А жена тоже увлекается рыбалкой? Ну, иногда ездит на рыбалку, да. А бывает такое, что вы возвращаетесь ни с чем? Она говорит, ты что, действительно на рыбалке был? Ну, так как я беру иногда на рыбалку, она понимает, что рыбалка – это как лотерея. Иногда бывает, иногда хороший улов, иногда не совсем. С чего же началось ваше увлечение рыбалкой? В общем, в частности, охота, скажем так, на сама. Я был маленьким ребенком, который в деревне был у бабушки, которому дали удочку, насадили червяка на крючок и сказали, лови корча. Иди, не мешай, да? Вот. И после этого как-то все переросло в нечто большее. Это получилось хобби такое. И сейчас я так увлекаюсь, очень часто выезжаю. А вы помните вообще первое ощущение от того, когда поймали первую рыбу? Ну, понятно, что вы были ребенком, что сохранилось оно вот это? Да, первая рыба – это же всегда… И что это было за рыба? Это был карасик. Я подумал, сейчас, Юлис, просто вы сохранили его первую рыбу? Нет. Улыбку, то есть самое первое. Ну, кстати, говорят, что рыбалка – это славянская медитация. Правда это или нет? Да. То есть уйти от городской суеты, отдохнуть на природе, костерок, скажем, какая-то ушица, разговор вечером. На рыбалку ходите не в одиночку, все равно нужна какая-то компания, с которой… То есть медитация на троих, например. Сможет, даже и на шестерых медитациях. Ну, это или карта ляжет, что называется. Для рыболова самое главное что? Правильно подобранные снасти, наживка, место рыбное, да? Какая техника, может быть, терпение, может, удача. Все играет роль какую-то свою, но терпение, удача. В частности, вот, скажем, если говорить о ловле сома, то это, наверное, терпение все-таки. А где у нас лучшие места для ловли сомов? Случ есть такая река, есть Днепр-река. Ну, основная, я думаю, что это все-таки Припять. На Припять, да? Да, Припять самая такая река, куда хочется ехать, ловить сома. Ну, сом же даже хищная рыба, да? Да. И чем вы ее, простите, кормите? Ловится сом очень многими способами, скажем, начиная от троллинга, заканчивая, скажем, обычными поставушками. Троллинг – это интернет такой способ, да? Нет. Ну, дорожка, как говорят в народе. То есть лодка, мотор, спиннинг и воблера. Скажите, вот вы сейчас только по самому специализируетесь или все-таки еще есть какие-то побочные объекты охоты? Я люблю, скажем, ловить круглый год, зимой это лещ, например, весной карась. Вот в иерархии рыб, которые обитают у нас в Белоруссии, вот какое место занимает сом? Самая большая, самая… Самая большая приеснованная рыба. Ну, это как-то почетно поймать сома? Вот есть в этом какие-то амбициозные нотки? Или похвалиться, допустим, в компании? Я леща, я карася, я там платвичку, еще что-то. Ребята, я тут на сома ходила недавно. Это будет весомо? В одиночку. Ну, если сказать так, то карась, например, растет до трех килограмм. Лещ растет там до семи килограмм. А сом до 120-200. Скажите, вот это чудовище, когда вы его вытянули, поймали, это самая большая рыба ваша? Ваша именно? Нет, это не самая большая. Это даже не самая большая. Вот это вот сом, да? Ну, это сом, да. И что он вам сказал? Приходится ли бороться с рыбой? Отпусти меня старче, выполни все три желания. Нет, и пришлось Владимиру выполнять желание сома, наверное. Бороться пришлось, бороться с ним пришлось где-то около минут сорока, наверное. Где-то так сорока-сорока пяти. А когда вы его достаете уже из воды, вот там тоже борьба происходит? Это что, греко-римская как раз? Надо знать приемы какие-то? Нет. Как правило, нет. Когда он уже поднимается и затаскиваешь его, то он уже устал, поэтому он уже не так борется. Слушайте, ну, а сомах ходили раньше разные легенды, что они и кур таскают, и ребенка могут утащить в воду. Это правда или нет? Я думаю, да. Это вполне возможно. Почему? Потому что у меня был, в принципе, случай из жизни. В поставах мы отдыхали с друзьями, там есть озеро. Там есть, ну, говорили, ходили тоже легенды, что есть большие сомы и так далее. Я лично видел, когда отец с ребенком, ну, купали возле пляжа маленькую собачку, и собачка от берега плыла к отцу, и на полпути ее просто съел сон. Не все поняли, но я как рыбак, я уже как бы понял, что произошло. Сразу с пляжа все убежали, но это есть. Как озеро называется? Задевское. Задевское. У нас есть Лох-Нахское чудовище, а есть Лох-Нахское чудовище. Мы понимаем, что речь идет о том, что если те же куры, например, вблизи этого озера находятся на берегу, правильно? Он же не выйдет вот так вот на плавниках, не придет с курятникой, и не заберет, не украдет, как лис. Ну, это как наживка. Есть одна из наживок, скажем, это курица. Просто жаришь курицу, и целиком ее... И на запах сомы выползают. В яму закидываешь. Я думаю, на жареную курочку можно не только сама, но еще и пару водолазов поймать. Они тоже выйдут. Каково это ловить такого гиганта? Вот есть ощущение какого-то адреналина? Адреналин зашкаливает в момент первой поклевки, то есть в момент удара сама, конечно, зашкаливает. Какой был сом максимальный по весу, который вам удалось поймать? Я думаю, что больше 50 килограмм, потому что весы были рассчитаны на 50, они просто зашкалили. Сегодня, кстати, праздник у рыбаков, сняты ограничения на ловлю рыбы. Говорят, что у нас сама есть свои какие-то ограничения. Это правда? Они распределяются, скажем, Гомельская, Брестская область, это с 20 июня. И остальные области, ну там по областям, это можно зайти на сайт природоохраны, там все указывается. То есть сейчас все просто. Если где-то что-то забыл, открыл сайт, посмотрел. А соревнования у нас существуют какие-то на эту тему? Потому что, ну, есть же у нас соревнования по рыбалке. Проходят вы участвуете? Нет, я не участвую, я любитель. Для себя. Так попробуй такую рыбу в холодильник засыпить. Нужен дополнительный холодильник исключительно для рыбы, да? Такую рыбу иногда сфотографировался и отпустил. А, даже так? Ну, потому что все-таки ему лет практически, как мне, он всю жизнь там жил. Ну, как-то жалко становится. Мне кажется, достойная точка в нашей сегодняшней беседе. Неожиданная в каком-то смысле даже, Владимир, поразили нас все-таки. Ну, с одной стороны, вот жалко, да, а с другой, благородное дело. Спортивная рыбалка получается фактически, да? Отчасти, да. Спасибо вам огромное за то, что нашли время, отложили удочку в стороны, пришли в студию, хорошее настроение. Я думаю, что много информации интересно прозвучало и для наших зрителей, и зрительниц, потому что даже мне, как женщине, которая, ну, мягко говоря, не увлекается рыбной ловлей, мне было интересно, конечно, узнать какие-то нюансы. Я напоминаю, что в нашей программе сегодня был рыболов-любитель, спортсмен, можно сказать, Владимир Мазуркевич. Мы отпускаем его. Отпустим ловить рыбу? Конечно, сезон ограничения на рыбу ловлю сняли сегодня, а утром ранее. Приходите, да, с новыми фотографиями уже рыбу не будем с вас требовать. Всего вам хорошего, удачного лова, удачного клёва. Спасибо. Ну, а мы встретимся с вами буквально через несколько минут. Продолжение следует...